Всем привет, друзья! С вами КАКСИДОРОВ ЗИ! Добро пожаловать в Бравл Старс! И это не кликбейт! Я реально хочу извиниться и забрать свои слова обратно, потому что я меняю свою позицию! Те ребята, которые давно следят за моим каналом, знают, что я считал, что Мортис это самый худший бравлер Бравл Старсе. Повторюсь, это я лично считал, я не навязываю никому своё мнение. Но, ребят, всё изменилось, когда вышел новый Бравл Пасс. Котлета теперь занимает его место, и она становится самым плохим бравлером. Опять же, по моему мнению, почему так, я сегодня всё объясню. Я попытаюсь вам доказать это. Но если вы меня спросите, Робзи, а тогда есть ли смысл покупать новый Бравл Пасс? Или копить на него? Ребята, я вам с уверенностью скажу, конечно стоит. Нужно как можно скорее покупать новенький Бравл Пасс или постараться накопить на него. Почему? Во-первых, здесь огромное количество наград, вы просто не получите за эти деньги никогда столько всего. Во-вторых, здесь будут дополнительные квесты, с помощью которых вы быстрее прокачаете Бравл Пасс и сможете получать бесплатные большие сундуки. Ну а в-третьих, друзья, это неофициальная информация. Лично я считаю, что котлету максимально скоро должны бафнуть и она станет офигенным бравлером. И это ещё не всё. Я знаю, что вы должны сделать. Вы должны прямо сейчас поставить лайк этому видосу, подписаться на канал и нажать на колокольчик, а также зайти в магазин и чтобы каждый из вас вёл код автора Робзи. Хотите, скажу плюсы этого бравлера? Она красивая. Всё, ролик можно заканчивать на этом. Всем пока. Нет, конечно же. Да, ребята, она красивая. Это самый офигенный бравлер просто по красоте. Но не по умениям, не по атаке. Почему? Ребят, я сделал небольшой ролик. Я повторил ситуацию, которая со мной случилась, пока я апал себе вот эти 570 кубков. Я встретил мистера Пи, когда мы остались один на один в ШДшечке. И была такая жесть, ребята. Сейчас вы увидите повтор данного отрывка. Итак, пока я пал калету на 500 кубков, я столкнулся с такой ситуацией. Мы с мистером Пи остались один на один в конце. У него было примерно 6 или 5 банок. У меня было 2 или 3. Мы сейчас эту ситуацию воспроизводим. Он поставил своего пингвинчика. И всё. Он заблочил себя. Я не мог его пробить. Понимаете? Он даже меня не атаковал. Он меня так затроллил, что я просто умер от пингвинчика. Он надо мной издевался. Он меня убил просто пингвинчиками. Вот как сейчас вы видите. То есть, что я делаю? Мне нужно убить пингвинчика, потому что пингвин завалит меня. Он бьёт меня очень много. По 700 урона. Если начну я бить эту вышечку, он просто разберёт меня. Он даже меня не атаковал. Как видите, я не могу его пробить. И умираю от обычного пингвинчика. Понимаете? Вот весь смысл калет. В чём она слаба. И это не только мистер Пи. Куча таких бравлеров, которые просто издеваются над ней. Как вы уже догадались, это был, конечно же, постановочный бой. Потому что записи у меня не было. А у меня случилась именно такая же ситуация. Я покапал себе вот эту вот котлету. Я столкнулся с таким мистером Пи в финале. И он просто забил меня пингвинчиками. Он ставил смайлики и рысали с пингвинчиками. Он меня мог убить с атаки. Но нет. Он меня забил именно пингвинчиками. И это было максимально обидно. Если вы думаете, что только мистер Пи так сможет сделать. Не, друзья. Если вы встретите ниту с медведем, вам кранты, если у вас нет ульты. Потому что ульта хоть как-то может добить там медведя или кого-то. А так вы не сможете пробить. Если вас ещё и атаковал бы мистер Пи, я бы умер там намного быстрее. Дальше Джесси с пушкой, Пенни с пушкой, Пэм с хилкой, Леон с клонами. Голова Тика. Здесь отдельный разговор. Станция 8 бит и тень тары. Всех этих, вот этих вот штуки, вот этих вот питомцев, вот этих станций. Она должна бить фиксированным уроном. Вот этим 1400, а не 35%. Почему сразу так не сделали? Нереально убить. А почему я говорю про голову Тика? Если вы встретитесь с Тиком, и он запускает в вас свою вот эту башку прыгающую, то вы не можете её убить. Она вас просто бахнет. Если, конечно, у вас мало ХП, вам 100% каюк. Потому что голова доскочит. Вы её убить не можете, потому что на неё тоже действует 35%. И вам капец. Я не знаю, почему такая недоработка, но этот бравлер сейчас самый слабый в мире. Поэтому, ребят, все, кто играл на Мортисе, ещё раз извините, вы красавчики. Он и раньше был крутым. Сейчас, по моему личному мнению, он стал лучше, потому что Калет уходит на первое место. На первое место с конца, ребята. Но не переживайте. Я вам не даю гарантию, конечно. Но это, опять же, моё личное субъективное мнение, что её должны бафнуть. В ближайшее время её нельзя оставлять такой. Это не бравлер. Это какой-то кусочек маленький. Вот конфетка такая. Она красива. Да. Она очень красивая. Всё, что я не могу сказать, она классная, крутая. Вот этот скин красивый, но этот просто шедевр. И всё, ребята. Шедевр на этом заканчивается. Ей нужно срочно новая пассивка. Это не пассивка. Я хочу её выключить. Ребят, вы знаете, как можно отключать пассивки? Вот реально, подскажите, как выключить пассивки в игре, чтобы не использовать вот этот вот откат? Я жду, пока появится вторая. Я очень сильно надеюсь, что пассивка на калет вторая, знаете, какая будет? Вот ей чего не хватает? Вот такой. Вот такой пассивки ей не хватает. Во время ульты, чтобы у неё бафалась, вот как у Нани, на 80% защиты. Чтобы её не убивали с одной тычки, пока она на кого-то бежит. Ей нужна вот такая вот пассивка. Я не знаю, будет она? Не будет, но ей нужна именно такая. Надеюсь, я прав. Надеюсь, я буду прав, потому что если не так, я не знаю, что туда можно придумать. Ну и, конечно, ей нужно повышать атаку. Пускай всё будет в процентах так же. Это прикольно. Это прикольно, но нужно повышать атаку. Знаете, я скажу вам так. Я не профессиональный игрок, но играю достаточно хорошо. Я не люблю делать какие-то мировые рекорды. Я больше играю по фану. Ну, вы, думаю, знаете. Вы знаете, что я няпаю 7 миллион кубков. Япнул себе 20 тысяч. Мне достаточно, я играю в удовольствие. Да, я люблю Бравл Старс. Но я люблю по фану, по настроению зайти, поиграть, поделать квестики. Кстати, их нужно будет скоро сделать. Здесь уже у меня 6 новых квестов. Ну и всё. То есть пойти в соло-каточки, в шедешечку погонять никак не в 3 на 3. Потому что 3 на 3, она в принципе неплоха. Но опять же, здесь нужны хорошие тиммейты, которые будут вас прикрывать. То есть ваши друзья, или хорошие игроки, или знакомые, которые знают, что вы наносите в начале урон. А они уже добивают. Да. В парном шедеф, 3 на 3. Но я люблю 1 на 1. А 1 на 1, она бесполезная. Хотя у неё написано воин. То есть она должна быть воином. Прям максимально крутым. Но таковой она не является. Вот давайте. Пару каточек сыграю. Просто на свой страх и риск. Смотрите, если я сейчас сольюсь. Просто, ей богу, сольюсь. Здесь ещё и коктейли. Хотя с коктейлями она бесполезная становится ещё больше. Потому что с коктейлями она тоже бьёт процентный урон. То есть вы вроде бы бьёте в 2 раза больше. Да, коктейли пофиксили, если вы не знали. Раньше не давали 200% урона. Теперь всего лишь 100. Так, а где этот? Где этот? Где этот воронёнок? Так, подожди, воронён. Ага. Вот он пришёл. Вот ты пришёл. А, всё. Ну, ну, как бы пока. Всё. Я ничего не могу сделать. Вы понимаете? Я бы ничего не сделал. То есть даже если бы я захотел, я ничего не могу сделать. Так, знаете? Я, я, ребят, показываю. Это профессиональная игра. Лучшая тактика в мире. Как играть за колет. Показываю. Вот. Если вы будете повторять то, что я сейчас делаю, вы всегда будете побеждать. Лучшая тактика игры за колет. Я сейчас вам объясню. Так, смотрите. Мортис. Он уже хочет на меня напасть. Но, дружище, нет. Тут не... Тут так не пройдёт. Я понимаю, что у тебя есть пассивка. Ты очень далеко... Ага. Пришла. Пришла Шелли. Пришла Шелли. Так. Надеюсь, я тебя убью. Да? Да? Ну, ладно. Я думал, что она пойдёт в другую сторону. Зачем? Зачем она развернулась? Да я не показал лучшую тактику. Показываю. Становитесь в кусты и просто стоите в кустах. Всё. Это лучшая тактика игры за колет. Так. Ну, неплохо пробил, да? Как бы называется? Неплохо пробил. Ящик нужно вынести. А, у меня закончился... У меня закончился коктейль. Всё. Всем понятно? Всем пока. Я ушёл гулять. Вот ваша тактика игры за колет. Нужно стоять в кустах. Это офигенная тактика. Вот так вот будете побеждать. Так легко опать кубки. Вот сейчас Шелли стоит вот там за углом. И, в принципе, всё. Я... И понимаете? Я не могу ничего сделать. Так, 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 так. Правильно, правильно, правильно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Я успел уйти. Я успел уйти, понимаете? Я успел уйти. Так, так, так. Ооо, четвёртое место, ребят. Как вы могли подумать, четвёртое место, это очень круто. Так, 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 прогоняем. Прогоняем Биби. А можно... О, один-один. Ребят, я занял второе место. Япнул кубки. Нормально? Вот. Идеальная тактика. Начинаете играть и становитесь в кусты. Всё. Это победная тактика. Не переживайте. Будете всегда с ней выигрывать. Вам повезёт. На самом деле, нет. Вас могут легко в кустах найти. В общем, подведём итоги этого видео. Это был разговорный видосик. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, сильно не надоел. Потому что, ну, калет такое себе. Так, Брок. Ну, можно, конечно, было с ним покоцаться. Но, понимаете? Мне же... Он бьёт полторы тысячи. Он бьёт полторы тысячи, но всегда. То есть, понимаете? Сколько бы... Сколько бы он не бил, он всегда будет бить полторы тысячи. Вы же бьёте в начале много. А потом нет. Так, ну, пускай он пофармит мне ящики. Потому что мне нужно фармиться. Так, хорошо. Первый ящик забираем. И стоим в кустах. Вот. Всё. Я нашёл идеальную тактику игры за калет. Всё. Я нашёл тактику. Да, дружище. Да, стреляй в ящик. Чё ты паришься? Стреляй в ящик. А ты где бегаешь? Ага. Он меня увидел, да? Он меня увидел, да? О, я попал. Хе-хе-хе. Я попал в него. Давай. Ещё. Мне нужно ящик добивать. Дофармим ящик, пожалуйста. Всё. Я дофармил ящик. Семь бойцов осталось. Всё. У нас всё отлично. Всё у нас отлично. Всё. Уходим. Две баночки есть. Всё. Можно, в принципе... А. Здесь было... Капец. Я вовремя проверил. Слушайте. Мне нужно ещё хотя бы один раз попасть в кого-либо. А. О. Коктейльчик. Коктейльчик. Так. Так. Подожди. А вот тут меня сейчас могут убить на изи. Так. Смотрите. Я могу побежать на неё. Но прикол в том, что, возможно, меня убьёт. Нет! Ну, это благодаря коктейлю, ребят. Это благодаря коктейлю я смог забить. Ну, слушайте. В принципе, я тащу. Видите? Профессионал. Профессионал в деле. Тут у нас кто-то есть? Нет. Никого нет. А здесь кто-то есть в кустах? А тут? А тут? О, ребят, коктейль третье место. Смотри. В каждой катке мы апаем кубки. То есть не всё так плохо. А тут кто-то есть в кустах? Ой. Третий коктейль. Здесь просто везёт на коктейли. Да, 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 да. Раз. Два. Ага. Рыжочек. А, да. Мортис. Понятно. А-а-а. И всё? И всё, ребят. Мы апнули кубки. Видите? Профессионал в действии. Нет нас... А-а-а. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Выйти, 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 выйти. Фух. В общем. А-а-а. Сложный бравлер. Буду я ли выше апать кубки? Нет. Я дождусь пока её бафнут. Потому что, ну, очень сложно за неё играть. То, опять же, покупать ли вам Бравл Пасс? Конечно же, да. Конечно же, покупайте. Как можно скорее апайте кубки. Апайте себе квесты. Получайте опыт. Получайте... Я уверен, что многих не хватает бравлеров. Тут есть, кроме калет, много-много-много сундуков. Много золота, значков, наград, ящиков. Вам это понадобится. Поэтому, ребят, на этом я заканчиваю видосик. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Ну, а с вами был Каекседоробзи. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok